В декабре родительская оплата в детских садах Вологды выросла на 15%. Напомним, она не изменялась в течение целого года. Но сейчас ситуация изменилась. Из чего складывается новая сумма, узнавала Мария Суворова. Сегодня у нас на обед мясные вкусные щи, на второе рыба треска с овощами, с морковкой, с луком. На гарнир риса еще компот с курагой. Меню в детском саду «Елочка» составлено на 10 дней, как во всех дошкольных учреждениях Вологды. В зависимости от возраста малыши получают разные блюда. Все они тщательно продуманы с точки зрения пользы для детского организма. Нам пишут меню, медперсонал, все там по граммам написано. Основное меню – это с утра каши какие-нибудь. Бывает, это запеканка творожная с утра у нас. Сейчас каждого ребенка в детском саду кормят примерно на 68 рублей в день. Для детей постарше цифры чуть больше – 75 рублей. На эту сумму нужно обеспечить четырехразовое питание малышей. Именно на это и расходуется большая часть родительской платы. Оставшиеся средства идут на хозяйственные цели. Но с ростом цен соблюдать прежний норматив стало практически невозможно. На сегодняшний день мы наблюдаем увеличение цены на продукты. В сравнении даже с третьим кварталом. И чтобы нам выполнить натуральную норму – это объем порции, и физиологическую норму – это содержание белков, жиров и углеводов. Конечно, нужно увеличивать и денежную норму. Такое решение и было принято на последней сессии городской думы. Начиная с декабря сумма родительской платы выросла на 15%. Это плюсом в среднем 250 рублей в месяц. Для сравнения, в соседнем Череповце плату за детские сады подняли намного раньше. И там повышение составило 20%. Такой шаг вынуждены были сделать многие города в ответ на рост цен. Родительская плата в городе Вологде не повышалась в течение одного года. То есть сейчас действительно ситуация у нас меняется. Не предпринимать действия в условиях, когда на самом деле продукты дорожают, мы не можем. При этом родители продолжат получать все положенные компенсации из областного бюджета. Напомним, на первого ребенка родителям возвращается 20% от родительской платы. На второго 50, на третьего 70. Кроме того, сохранятся и муниципальные меры социальной поддержки для многодетных семей, одиноких матерей, родителей и инвалидов. Дополнительная компенсация будет выплачиваться, если средний душевой доход такой семьи ниже прожиточного минимума.